Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Альткоины проседают очень сильно, несмотря на то, что биткоин-то почти не падает, поэтому будьте очень осторожны. Многие альткоины выросли в два раза и больше на этом бычьем рынке, поэтому нужно фиксировать прибыль, прежде чем все вернулось обратно. Открываем рынки, ищем биткоин, BNB провалился, да много что падает, я бы сказал где-то на 10-15%. Но открываем биткоин, уперся биткоин в сопротивление, на графике мы видим бычий флаг, на дневном флагшток, полотно флага, и это также расширяющийся клин. Это нисходящий расширяющийся клин, внутри создаётся давление, это бычий паттерн, это хорошо. Переключаемся на недельный таймфрейм. Крипто-гуру-бот всё ещё держит сигнал на покупку, которую он дал ещё в феврале прошлого года. Что ещё интересного? Золотое пересечение. Нет. Скользящее среднее. Что там торговые боты? А смотрите, биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку. Интересно. Дал сигнал на покупку. Биткоин-индикатор-бот. В районе 60 тысяч долларов. Опускаемся на дневной. Бычий флаг на графике. Но также мы видим и другой паттерн, о котором я предупреждаю уже несколько недель. Это восходящий клин. Из такого клина мы выходим вниз. И посмотрите, как падают торговые объёмы. Они упали очень сильно. Очень опасно. Посмотрите же, как объёмы-то упали. Поэтому нужно быть очень осторожным. Ну, например, смотрите. Вчера было проторговано 47 тысяч биткоинов. А накануне 25 тысяч. И давайте сравним с тем, что было раньше, когда биткоин поднимался на 74 тысячи. 420 тысяч биткоинов. А вчера было 47 тысяч биткоинов. Сократились объёмы в 10 раз. Поэтому биткоин по-любому будет падать. И там я буду ловить это падение. На 63 тысячи и на 59. Такие заявки у меня стоят на моём торговом аккаунте Bybit. Заявка на 3 биткоина по 63 тысячи долларов. И на 10 биткоинов по 60-250. Я даже буду сокращать и эти позиции. Поставлю меньший объём заявки, потому что такие низкие торговые объёмы. Биткоин показывает слабости. Нужно быть очень осторожным. Нельзя открывать слишком крупные позиции. Даже на таких проливах и разворотах. Потому что падение может быть очень сильным. Паника на рынке, страх и так далее. По доджкоину, на сколько же тут зайти? Нужно скорректировать заявки. Это получается на 500 тысяч доджкоинов. Давайте зайдём. Сократил размеры заявок в два раза. Потому что биткоин показывает слабость. На балансе у меня 602 тысячи долларов. Значительно просел баланс, конечно. 640 тысяч опустился на 602. USDT на 249 тысяч. MCRT. Один биткоин. Стоит на месте. Uniswap на 32 700. Плюс 5%. Pocket на 29 300. Минус 2. Додж на 27 000. WorldCoin минус 3%. Давайте теперь быстро посмотрим на эфириум доджкоин. Пройдёмся по альткоинам. Эфириум 3664. Торговая идея зайти на 3 262. И цель по тейк профиту здесь на 5 300 долларов. Если, конечно, будет такой сильный отскок и рост на эфире. Посмотрим, как поведёт себя эфир, когда опустится на уровень поддержки. Теперь посмотрим на Uniswap. За вчера плюс 5%. Всё падает, а Uniswap вырос. И также на дневном мы видим, что видим... Мы видим чашку с ручкой на Uniswap. Это бычьи паттерны. Перевернутые головы и плечи также на графике формируются. Так что по Uniswap мы потенциально видим рост. Может уйти на 17 долларов. Но рынок-то выглядит не очень в целом. Но Uniswap растёт. И объёмы увеличиваются. Uniswap сильно упал раньше. На этих негативных новостях от комиссии по ценным бумагам. На этом бычьем рынке Uniswap поднимался до 17 долларов. Но затем СЭК попыталась открыть там судебное дело против Uniswap. И мы увидели падение. И сейчас Uniswap пытается восстановиться. И здесь действительно мы видим массивную перевёрнутую голову и плечи. Но прямо сейчас я бы не стал увеличивать размер позиций по Uniswap. У меня там уже на 32 тысячи долларов. И это получается в процентах примерно на 5% от торгового баланса. 6,33%. Доджкоин 5%. USDT 48%. MCRT 16%. Биткоин 14%. Покет 5%. Я бы сейчас не увеличивал размер позиций. До тех пор, пока мы не увидим увеличение торговых объёмов. А сейчас опасно. Теперь давайте посмотрим на WorldCoin. Провалился. Ровно так, как я и предсказывал. Хорошо, что я закрыл. Потому что мы видим сильное падение в эти дни. И много позиций я позакрывал. Но Uniswap тоже закрыл. Когда он там помпанул на прошлой неделе. Я думаю, что WorldCoin идёт на эту жёлтую трендовую линию. Но вообще-то нет у него там поддержки до уровня 2 доллара 90 центов. Особо так-то поддержки и нет. Я уже сократился. А если у меня ордера на покупку? По WorldCoin. Uniswap на 7.20. Доджкоин по 12 центов. WorldCoin по 3 доллара 20. Я думаю, что нужно отменить эту заявку. Сколько WorldCoin стоит? 4.07. В принципе, можно и оставить. И по биткоину у меня стоит заявка на покупку по 58 тысяч долларов. И напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на Bybit. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Время открывать крупные позиции на биткоине было, когда биткоин стоил 15-16 тысяч долларов. А сейчас нужно торговать аккуратно. Правило номер один от Ворона Баффета. Не теряй деньги. Правило номер два. Помни о правиле номер один. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.